Всем привет! Вы на канале Стреться в теле. Я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. И худеем дальше. Девчата! Погода у нас. Ночь, всю ночь шли дожди. Я рано утром в 5 утра подзывала Лисика с крыши. Она залезла на крышу, с нее она скользила. Там такое приключение было. Потом я ее подзывала, она боялась, видимо, упасть. И мне пришлось... Я говорю, Андрюша, пошли на улицу. Спасать Лисика. Да, мы взяли эту... Идет дождь. Лестницу. Лестницу, которой обрезаем виноград. Которая вся шатается, скользкая, скользит, кряхтит. Андрюша туда полез. Он ее подзывал, подзывал, подзывал. Хоть успел ее схватить за шкирку, ее тащила, она так орала. Грязь в разные стороны. Лица у нас все были в грязи. Но веселое было утро. Главное, мы котика достали с крыши. Она все была мокрая. Я сегодня ее оставила дома. У нее там есть на всякий случай лоточек, еду и там оставила. Ну, дядя, хорошо, что спасли. Потому что был ночью ливень. И я ее всю ночь... Вот понимаете, когда идет дождик, я переживаю. Я всю ночь просыпаюсь и хожу. Ее кричу, Лисик, Лисик. Она не идет. А потом мне под утро открывают, слышу, где-то она мокает. И вот это же пошли ее спасать. Ой, я совсем, девчата, разболелась. Пью гостями таблетки. Ну, похудение держу, девчата. Ты простудой что-то забрели? Да простудой, качель, простудой, сопли. И Яна тоже там в соплях немножко. Ну, она же обычно из этой школы все идет. Да, она сейчас везде ходит, я знаю. Конечно, в любом автобусе подходит. Это вообще не важно. Знаете, как некоторые на работе... Вот, Люська, Люська, кашляет. И теперь все тут заболели. Это она виновата. Вообще никто никогда не видел. Да какая разница, кто виноват. Главное, все заболели, да и все. Люська-то тоже заразилась от кого-то. А не просто пошла специально и выпила заразных. Нет, просто зачем? Комитет обязательно искать, кто всех заразил. Зачем искать? Какая разница, кто заразил, если все уже болеют. Разницы уже никакой нет. Ветра нет, ветер спал. Да, погода замечательная. Я вон теплую дубленку одела, потому что я вчера так замерзла. У меня постуды еще колошматит. Кости все болят, трещат. Я сошел Света на работу в дубленке в зимнее пришла. На улице плюс 18. Я говорю, Света, а что такое? У нас уже что? Зима, снег выпал. Мне холодно. А соседка такая выходит, такая, что так на улице холодно? Я говорю, да, да, похолодало. У нас прогноз, что вот сегодняшняя ночь будет как раз вот холодать. Может быть, ноль, может быть, заморозок. Сегодня вот ночью вот этой, которая будет. Может быть, пойдем обратно? То есть, сейчас тут, видите, машины будет нельзя. Пошли. Или хотя бы вот туда. Тогда отойдем. Да пошли обратно, там все в машинах. Так, девочки у нас спрашивают. Так мы немножко не поняли. Так а что хурму есть нельзя? Почему нельзя? Она очень полезная. Ее надо обязательно есть. Да, девчата, мы же говорили про меру в питании. Ну, если вы только начали худеть, вам бы желательно поизучать калорийность фруктов. Да ешьте в первой половине дня, как уже на десерт. Вначале там поели, что вы едите, ну, там в небольших количествах. А потом на десерт съешьте пол хуймы или хуймусь, она не гигантская. Девочки, мы же говорили тут про 7 штук, про 5-6-7 штук, которые же девушка ела. И также про мандарин, про мандарины. Что их, опять, когда я работала в санаторий, я, наверное, уже задолбала эту историю. Там мы как раз рассчитывали, ну, экономист рассчитывает, например, порции. Диетолог 20 килограмм. А я же не диетолог, а бухгалтер была. Ладно бы, если бы я была диетологом. У нас так завеяло. Завеяло. Мы рассчитывали на... Не, нам нужно было пропорции просто считать. Как раз там экономист, врач, диетолог, который там работает. Там есть диетолог, да? Там всего виноград, бобушек, винограда можно было... Ну, там их штук 7 всего вложили. Там 100 грамм. 7 бобушек. 7 гроздей. 7 ягодок? Ну, вот совсем там 100 грамм, 80 грамм лежит. Вот так, да? Вот, вот, вот. Вот еды, вот столечко в тарелочке. И потом на... А я люблю хуйму лоточек. Ну, вот уже девушка и спрашивает. Как это? Что нельзя есть хурму? В таком понимании, как ведро хурмы, конечно, нельзя. Можно есть одну хурму на десерт. Девочки, вот мы как раз и поправились к те, кто с компульсивным переданием. Яблок так таз, хурмы так ведро, черешни так три ведра. Там все маленькие ягодки. А еще внутри косточка. Представляешь, как она низкокалоримая? Низкокалоримая. Как это? Вот как раз твою любимую обложку говорит. Не могу понять. Девушка худеет у меня, худеет. И не худеет. Ни один месяц не худеет. Ни одна неделя нету никаких результатов. А потом выясняется, что она говорит, Надежда кинула, говорит, купила соколадный конфет домой. Вот они вот такие маленькие. Кинула, а там даже два грамма не видно. Ну и вот такой по одной. А что там нету ничего? Они записывают в калорийность, не записывают. В ней не калорийность. И два же грамма, значит, ничего не весят. И говорит, ты так фигачила, наверное, по полу пакета. Даже как растительное масло. Манзрение. Кажется, что низкокалорийное. Не, ну да как можно такое не замечать? Это, ну, со временем заметят девочки. И он говорит, не может быть такого обмена веществ, которые, все, что я пишу, и человек совершенно не худеет. Ну не может быть такого, что я заставляю есть одну траву, а не овощи. А человек не худеет, не худеет. Вы спрашиваете, вот такие деньги человек платит. Вы спрашиваете, все порядочно. Она спит хорошо. Ест мало. Пьет воду. Пьет воду десять раз в день. Там немножко занимается, спует там. Да. И тут опять нет никаких результатов. А потом выяснили. И он говорит, я начал спрашивать. Вы ничего не подъедаете. Ничего за детьми не доедаете. Давайте вы будете записывать честно, что вы там доедаете за детьми. Да, ты же еще не записывала, что доели за детьми. А там еще больше получится, чем обед. Что там мороженки и вафли съела? Как одна мне подружка делит. Котлеты две ложки мыкаю, она там догаюсь тоже. Она говорит, ой, ну подумай, что я там доедала там вафли за мороженое. Я говорю, что ты доедала? Ну у меня два детей, они вафли не любят. И ела вафли от мороженого. Ну вот, вафли от мороженого, там полкотлеты, там это. Я почти ничего не ем, любимое выражение. Вот знаете, я такая толстая на работе, самая толстая. А вот у меня есть худая одна девочка, она столько ест, а я ведь вообще ничего не ем. А потом начинаешь спрашивать, а человек лис показывает такой. Спросишь ее, запиши только по чесноку, я посчитаю, как его калорийность. Не буду рассказывать про кого, потому что вдруг человек догадается, она просила не рассказывать. Считаю, а там 6000 килокалорий, почти ничего человек не ест. Это еще про другую девушку. Помните, что я говорила, кабасу ест? И у этой девочки тоже оказались, знаете что, вот сам изъян. Бутерброды с сыром, только с хлебцами. Но бутерброды с сыром. Вот этот вот сыр сулугуни, почти целый круг, гляшок. А там 100 грамм. 100 грамм сыра сулугуни, это уже 600 килокалорий, девчата. Представляете, просто перекусики вот так вот. Да. Самое было, что вот этот сыр... А что, на свою колбаску можно положить? Колбаску, вот, толстый сыр. Я нормально, у меня нет времени попитаться. Вот бутербродов надену, на обеды, на завтраки. И получается, девочки, никакого полезного продукта. Вообще пользы никакой, получается. Вообще никакой. Потом это все хурмой мы шлифуем с мандаринами. Ну, то какой ума с мандаринами, более или менее. Ну, хоть какие-то витамины, но в них там тоже перебор. Все опять то же самое комбульсивное передание фруктозы, сладкого вот этого вот. И получается, девчата, вот по сути, вот почему в школе не учат самому главному? Мы об этом всегда говорим. Как правильно питаться? Мой Олик там парень переоделся в девушку и поет. А, это что-то говорит. Ну, почему меня не научили, что нужно платить за коммунал? Платить налоги надо. Что такое вообще налоги? Если тебя повысил парень, как вообще жить, так выживать, выходить из депрессии. А, как вообще еще тратить правильно зарплату? Да. Как вообще ее зарабатывать? Вот, что надо, кажется, еще работать. Вот самым главным элементарным вещам. А, и для чего мне таблица Пифагоя хотя в жизни пригодилась? Если что-то такое, то рассказал. Девчата, вот я просто думаю, почему еще в школе вот этому изначально не учат, как правильно человек должен витамины распределять есть. Ну, о чем тут говорить, если в школе такое продают, мягко сказано, из продуктов. Я помню, заодно этой булки бежали, там, на перегонки друг друга дали. Сейчас не так. Сейчас нормальную еду дают суп в столовую, в котлету там, там, с чем-то, с макаронами, с гречкой. Ну, не знаю, у меня Маша училась, та же самая история была. Не хватало. Ну, это еще в начальной школе, может. Ну, да. Не знаю, что старше. Будет постарше тоже из этих пицц сухие. У нас просто, когда мы учились, были только сухие пиццы и пирожки. То есть, старых блюд не было. Маша тоже самая в старших классах была. Конечно. И за ними еще... Напишите, девочки, у вас горячая там для старшеклассников? Или тоже булки всякие продают, только в столовке. Ну, вот на самом деле, какое может быть хорошее пищеварение, если с детства у тебя полдня, а ты находишься в этой школе, да? Полдня находишься. Ну, да, полдня. И ты полдня ешь какие-то грощевые, сухие, которые бродят у тебя в кишечнике. Почему из детства у многих хорошая приличная семья, питались все хорошо, а потом какие-то гастриты. Вы заметили, в каждом классе очень много детей уже там в пятом классе, у них уже гастриты. Потому что в школе это азы воспитания, и в этой же школе тебе уже неправильно кормят. Вот еще раз говорю, в детской школе есть горячее, все там, наоборот. Старших классов? Я довольна. Ну, тоже мы покупали. Если дети ничего там не любят, то все хоть дают. Еще помоями какими-то ходят. Ой, извиняюсь. Нет, одну котлету, рыбная котлета, там все дети за нее удивляются. Прямо, она всем, да. Просто сейчас повара напишут нам тут это, как раз из школы. Ну, я знаю, что напишут. И на что выделяют деньги, то мы и готовим. Нам уже один раз только написали. Мы же девочки, это проблема не поваров, это понятно, это проблема денег, денег, которые выделяются на это питание. Вот это вообще ничего не пересмотрено, не предусмотрено. И вот это ничего не делается для того, чтобы человек нормально долго прожил. Наверное, для того, чтобы побыстрее все померли. Это, может, время, ну, может, сейчас не так, нет. Что-то я сомневаюсь, что в школе сейчас одна сухомянка. Надо спросить здесь у девчат, кто стоишь в классиках. Горячая там. Нет, там можно было бошь купить. Мы давали сюда деньги на бошь. А у нас тогда не было в Тагиле бассейн. Тогда мы в 90-е годы жили. Тогда у половины подружек отцов поубивали на улице. Ну да. Ты на чем тут говорить? Женщин. Да. Там вообще время страшно вспоминать. А сейчас-то, наверное, есть горячая. Почему? Так многие говорят, как хорошо, что из 90-х люди выжили, да? Кто повыживался. Ну, это... Обычно это люди, все повыживали, что-то говорить. Это кто тусовался никуда не нужно. Там, наверное, что-то происходило. Что-то страшное. Или кто-то пошел ни в том месте, ни в то время. Вышел и попался где-то. Или кто-то пытался заработать. Их тоже всех попрессовали. Ну да. Так, не было мы грустно. Мы сейчас еще нашли несколько вопросиков. Кушать я буду макароны, голень куриную отварную, одно яйцо, огурец, помидор и хурму. Кушать буду 2 помидора, пол пачки двояга, растительное масло столовая ложка и соль. Кушать буду 2 столовые ложки гречки, одно яйцо, огурцы и болгарский перец. 15 ноября. 18 тысяч шагов. Что я сегодня буду есть? Вот у меня на завтрак смесь овощная. Ну, это была замороженная, я ее купила, чтобы мне не было времени приготовить. Вот это я потушила, посолила. Также в двух контейнерах чуть-чуть отварного мяса по 50 грамм и по одному яйцу. Много укропа. Буду есть по 2 хлебца вот таких вот. Также взяла морскую капусту. Сейчас я посмотрю, сколько я съем. И один помидор. Это я все взяла на завтрак и на обед. На ужин я ем тушеные овощи. Здесь кабачок, белокочаная капуста, морковь, лук, чеснок, а также жареные шампиньоны и одно яйцо тушеное. Опять Виктория нам задает вопрос. Виктория, вы давно не писали, а теперь прямо активировались, дочь отца. Гадание – это грех. Это прямое общение с бесами. Это под роликом, где мы на Хэллоуин перекалывались и переодевались. А я люблю гадать. Очень. Что-то тебе смутилось, что люди так посмотрели, да? Ну, мы тоже посмотрели. Так, девчата, я вообще считаю, что гадание... Я вообще серьезно это не воспринимаю, но в принципе так вот, что прямо... Мы пошутили, мы шутили в тот день, переодевались. И на Хэллоуин я вообще... Не, я не по переодевалке. Переодевалка – это просто мазка. Да. Это весом мазка. Именно про гадание. Про гадание? Я в него чуть-чуть верю, чуть-чуть не верю. Вот так, как бы... Мы же ж не делаем заговоры, знаете, там какие-то... Там порчи, не дай бог. Навести порчу. Ага. Вот это сейчас сунь, вот эту фигню. Навести порчу на жену. Ага. Навести порчу. Увести там чего-нибудь мужа. Соседка сказала просто полу слова. А ну-ка я сделаю насмертушку. Ага. На беру съезжу на кладбище. Таких слов даже не видно. Ну, там земельки. Ну, так только пожать можно. Она мне что-то не нравится. У нее красивое платье. Пойду за землю. За землю скажу. Где моя земля, которую я тогда побольше набрала? Сольки под дверь насыпать надо. Еще у меня Кузя там сходил, надо какашек накидать. А что-то для заговора? Да нет, просто так. Да. Мы же только гадаем на свою личную жизнь, на свое будущее. И все. Мы ни в чьей жизни не лезем, ни на какую пользу не гадаем. Там заговора не делаем. Ничего. Вот и все. Плохие заговоры мы не делаем. Да и хорошие. Мы их и не умеем делать. Ну, это же нас так спрашивают. Я все решила тоже пошутить. Девочки, Кристина мне как-то лечила от почи. Лет 20 назад. Я такая, Кристи, что ты мне так не везешь в личной жизни? На меня, наверное, сделали обед без братья, или как это называется, короче, порчу. Она в 20 лет сказала, что... А мне было 20 лет. А тебе дверя? Она сказала, Светочка, такой с умным видом, такая, садись, мы сейчас будем с тебя снимать порчу. Для этого нам надо сходить в магазин, купить два пирожка, три беляша. Ну, чебурек, ну, что-то там, и килограмм конфет таких, шоколадных таких. Короче, мы сели и давай жрать. И хохотать, включили какой-то фильм, мелодраму какую-то, ну, смешную, комедию. Вот, и так это. Так что чебуреками можно снять порчу, без братья. Да, теперь мы всегда порчу снимаем, только чебуреками. Ну, сейчас мы за полезное питание, ну, просто так. Вот видите, наснимали сколько порчу. Пироженными можно там, на крайний случай. Вот при помощи такой порчи, снятия порчи, можно, наоборот, лишнюю задницу наесть, точно будет венец без братья. Так что лучше не наедать. Видишь, что-таки не действует этот заговор, да? Ну, нет, помогло же, буквально через полчаса сошел этот депрессняк. Ну, это, девочки, это шутками, ну, смотрите, мы плохое настроение все равно заедали. Это очень плохо. Ну, да, вот даже сейчас, к примеру, да? Да. Это начали заедать депрессняк. Это все нельзя делать. Лучше пойти в спортзал на тот момент было. Ну, да, говорят, надо сходить какой-нибудь на танцы, вот опять же. Потанцевать, пойти, может быть, на дискотеку сходить. И там, может быть, венец без братья, честно, может, кого-нибудь найти там себе и жениха. Ой, какой котик. Видно его, хоть и будет. Я подумала, он вначале скотует как-то. Как копилочка такая. И тут одна девочка тоже посоветовала, написала. Там у нас был такой вопрос, как не есть сладкое. Вот девочка отвечает, тоже сладкоежка, видимо. Как не есть сладкое, не покупать ничего. По себе знаю. Если что-то вкусное куплю, но пока не прикончу, я не успокоюсь. Пока все это не съем. По этому делу посолбление варенье, мармелад, мед, пастила, зефир. Иногда горький шоколад с чайком. А если вообще исключить, то обязательно сорвусь. Одна девочка как-то писала, что я, наоборот, ничего, ничего, ничего вообще не покупаю. Потому что если я начну хотя бы с одной дольки шоколадки, то я полностью тогда пойду в полный срыв. И пойдет не только шоколад, потом и мясо пойдет, и борщи целыми тарелками. Я вот тоже не могу одну конфетку съесть. Или одну вот эту вот, вот так, вода этих шоколадки. Дайте мне одну долгую михнуть. Если милку съесть, то надо мясо все на шоколадку слопать. Чуть-чуть только кормить, дайте мне. Дайте мне выпить одну рюмочку. А потом я успокоюсь. А что ее только там на язык пригублять. И что мне-то одна конфетка дадет? Ну да. Дайте мне мешок уже с чаечком. А чай побольше таких в банке, две-трехлитровые. Как обложка говорит, ну откусите в эту конфету и без чая рассасывайте, чтобы было приятно. Ну он же психиатр, неужели он не знает, он столько лет лечит обжор. Так это помогает. Бабам помогло, и женщина такая пишет, ой, я всегда чаем захлебывала, запивала, и как бы не чувствуешь этой горьки. А он говорит, надо без чая ее есть. Да, она без чая начала пить, осасывать, ей хватило одной конфетки. А если захлебывать трехлитровыми баллонами чая, то ты можешь, конечно, тар-тар съесть. Ну так и есть. Нас девочка угостила тротиком. Я ему не ела. Я не отдала, потому что он такой вкусный. И кусочек откусила. Ну это было когда, три дня назад. Откусила кусочек, боже, какой он вкусный. Там, ну это домашний торт. Как он вкусный, я понюхала. Вот его реально нужно полторта, наверное, зафигачить сразу же. Девочка делает на дому. А сколько стоит килограмм? Полторы тысячи? Не знаю, она пять тысячи дала за три килограмма. Ну вот, да, полторы тысячи. Просто у моей же Яночки 21 день рождения, вот я тоже разнюхиваю, где тортики есть. Только такие, не как в магазине. В магазине я не знаю. Ну я хочу какой-нибудь красивенький. Что в магазине с тортом происходит, я не могу понять. Что, даже магниты сейчас очень вкусные есть. Я мису обожаю магнитовские. Так там один крем просто, так, тирамису. Ну вкусный же. Ну не знаю, какое-то масло. Оно не масляное, оно какое-то воздушное. Ну какое-то воздушное. Пена какая-то. Ты вот сладкое не любишь, ты в Тайотах ничего не понимаешь. Это вкусная пена. Мальчи, женщина, все. Мне нравились домашние, бабушкины, мамины торты, которые были такие тяжелые. Там много было вкусного какого-то. Там этот был сгущенка с маслом перемешкой. И то, сейчас уже во взрослой жизни такой торт попробовала. Не очень мне понравился он, конечно. Вот. Тогда мне не казались вкусными, когда была маленькая. И вот это что она мне говорит? Такое вкусное тирамису. Я попробовала ложку. Ну какая-то взбитая пена. Тирамису, потом еще типа тирамису, еще там больше пены. Еще одни какие-то взбитые сливки. Там такая вкуснятина. Ну ладно, да. Света не понимает мыслимый урок. Да, я твою гульку вообще глубей не понимаю. Ты мой, у тебя не смех. Мы любимый холодец. Смехай. Мой любимый холодец. И свинины какой-нибудь еще. С говядинкой. С перемешкой, чтобы больше чесночка. Чтобы было три сорта там мяса. Нет, что он есть в холоде, что его нету. Я не знаю, девчата, мне кажется, что я бы никогда не смогла быть, наверное, вегетарианцем. А я бы смогла, наверное. Потому что я когда... А вот без сладкого? Я ем когда овощи, я сколько раз пробовала. Помните, мы на диетах таких сидели. У меня потом так бродило в животе. И только если я ем достаточно нормально овощи, не сильно перебарщиваю. И потом с мясом у меня ничего не бродит в животе. А от овощей так бродит у меня в животе. У меня потом болит кишечник, какое-то вздутие. Вот. А помнишь, когда ты начала худеть? Как у меня болел зло? Года назад, как ее пучило, как у нее там все бурлило. У меня болело. Потом все шло. У меня болело и болел живот. И я не знала, что мне делать. А потом я еще посмотрела один ролик, и там тоже мужчина говорил, если вы начинаете правильно питаться, у вас могут быть такие вот побочные действия, что будет сильно бурлить в животе. Это вы добавляете правильных бактерий в кишечник. Правильных в каком-то цементе. Зато свет, освещение хорошее здесь. И у вас выходит вот это все из организма плохое, и вы этими овощами как раз выгоняете все эти застойи ваши из организма. Ну, видишь, я вижу, лучше стало. Мне намного лучше. Ну, теперь так хорошо. Так что могла бы ты быть вегетарианцем. Могла. Да. Ты просто не хочешь. Я просто мясо люблю очень сильно. Не знаю, прямо... Ну, если бы мне, я голодная, и поставили очень вкусную твою тимуромесу и холодец, например, с горячей. Нет, когда я голодная, я бы холодец выбрала. Да? Я на голодный желудок сладости не ем. Я бы выбрала, даже если бы не голодная, холодец. Вот если я не голодная, то я тебя мясу. Я бы выбрала даже тогда холодец. На десерт после холодца выбрала бы еще холодец. Ой, жас какой. Как это водитель озвучит. Ну, может, поэтому я все еще как холодец. Девочки, ну, мы будем с вами прощаться. Мы побежали работать. А мы увидимся завтра с вами в следующем ролике. Мы вас любим, целуем. Пока-пока. Пока-пока.